О нет, 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 музыка из Макс Пэйна, сейчас кто-то умрет. Вы что стебетесь надо мной, как же нет ссылки на дискорд, слушай, а как описание видео разворачивать, я забыл. Серьезно, вы не наебали меня, нет, это я наебал, ссылки на дискорд нет, черт, ладно, в следующем видео добавлю обязательно, просто я думал, что она там есть. Я был уверен в этом, тут есть ссылки на все, блин, на все моды, в которые я играл, но на дискорд нету, что в общем нет. И орлы, есть человек, который нуждается в нашей помощи, его зовут Миша, это самый верный фанат, один из самых верных фанатов, а то вдруг есть еще другие каналы Евгений Рус, который сделал угарную нарезку с Евгеном. Может быть, для первого раза она не идеальна, но ссылка в описании, поддержите его, всего лишь 217 лайков, 4 комментария, ребят, это нужно исправить прямо сейчас. Так, мы остановились на том, что я хорошая жена, ребят, ставь лайк, если думаешь, что Евген хорошая жена. Давайте так, мы не смогли собрать 400 лайков в предыдущем видео, не беда, но я думаю, давайте попробуем собрать 350. Это у нас получилось, и получилось нормально. Кстати говоря, сок не исчез, он здесь, и у меня новая вода. Да, я знаю, я предал актив, ребят, я предал актив, я не предал актив, будет новый актив, который еще активнее. Шишкин лес. Моя любимая вода, я ее полюбил, с этим связана целая история, когда мы с папой пошли в какую-то деревню, и я зашел как бы в магазин, и мне очень хотелось пить, мне было 10 лет. И как бы я увидел воду Шишкин лес, взял ее, выпил, и я не мог оставиться. Настолько это была вкусная, пропитанная лайками и комментариями вода, настолько она глубоко погрузилась в меня. Найс. И потому что я слушаю всех своих подписчиков, буквально каждого, патриот сказал, что его отвлекают движущиеся картинки на моем телевизоре. Я подумал, что нам нужна более спокойная картинка, вернее он написал, что огонь, огонь это выход, и вот горит огонь. Кстати, спонсор этого видео моя бабушка, которая подарила мне эту футболку, поэтому я сегодня не голый, ставь лайк, если ты рад, что Евген не... Слушай, я байтю на лайке уже слишком часто, по-моему это устаревает, ладно. Ура, ты такая хорошая жена. Ты заплатишь за это, сейчас я включу игру Секира, Шадоус Дай Твайс, и будет пиздец. И я с нетерпением жду этого. Я охмыльнулся от этой мысли, мы щуки покрасили, я еще не привыкнулся на Цуки, поэтому он немножко другой. Увидимся позже, хорошо? Да, но надолго не задерживая орла, когда она вышла за дверь, я начинаю копошиться на кихне, как маленький котик, и искать все необходимые ингредиенты для приготовления нашего первого совместного питона. Ну то есть ужина, от слова уж. Уже прошел целый час. Она просто не может найти свою куртку, верно? А у меня голова чешется. Один час пятнадцать минут. С ней все в порядке? Полтора часа. Где она, блин? Я достаю телефон, начинаю искать номер на Цуки в списке контуктов. Через два гудка звонок был принят. Твою мать, походу... СТРАДАЙ! Я позвонил всех в больницу! Нет, на Цуки закрыли! И тишина. Голос был сильно искажен и приглушен помехами, но есть только один человек, который это мог быть. Я бег к двери, мое сердце стучится со скоростью атомной боеголовки, со скоростью приближения нового фильма про Мстителей. Финал. Резко распахнув дверь, мое крыльцо начало освещаться слабым светом с дома. Я прищуриваюсь в темноту и вижу знакомую фигуру, выходящую из тени, которая становится более и более узнаваемой. О, нет! 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 Музыка из Макс Пейна! Сейчас кто-то умрет! Как это могло произойти? Я просто потерял дар речи от увиденного. Избитая, разбитая, глубоко рванная одежда на ее сиськах. Море крови, смываемое под дождем. На Цуки! Что? Что случилось? Меня ждали. Ее дыхание очень тяжелое, а речь невнятная. Она практически не может говорить. Меня собирались убить. Почему? Зачем? Почему? Из-за ее глаз хлынули слезы. Один из них захлопнулся. И не откроется никогда. Нахромает, волоча ногу вперед. И с каждым шагом все сильнее кричит от боли. На Цуки! Нет! Боже, нет! На Цука! Я бросаюсь вперед и хватаю На Цуку! Я не могу в это поверить. Он приехал домой раньше. Мы должны были предвидеть, что это произойдет в одной из параллельных реальностей. Я должен был предвидеть это за миллион километров. Но мы расслабились и уехали в Москву. Потеряли бдительность. И вот она цена, которую мы заплатили по карте Тинькофф. Credit Systems. Прижимая ее сломанное тело, я несу ее в помещение. Я уложил ее на Дайван. Ее дыхание неглубокое и неравномерное. Первым делом я начинаю звонить с Кирую Пимыш, а затем в Пелисию. После этого я пытаюсь остановить кровотечение из-за ее раны на груди. При помощи огнемета. Зажаривая и склеивая силой пламени адского пожара ее кожу. Она довольно глубокая и очень обильно кровоточит. Прямо как мой Писюн после обильной мастурбации. Дерьмо. Дерьмо, ебаная хуйня! Ей срочно нужна неотложная помощь. Или она может береть. От этой мысли моя Креф в жилах похолодела. Мне остается только надеять орла. Но скорая помощь приедет вовремя. Я надавил на ее рану. Это же что нужно сделать? Это же правильно. Правильно. Она слабо держится за мою руку, слегка поглаживая ее. Она не должна сдохнуть. Как тварь. Я не позволю этому случиться. Никогда. Никогда, никогда. Это кто? Это Бацкая? Что? Что за хуйня? Дверь? Блять! Это Баця ломится в дверь с топором! Я знаю, что она у тебя. Открывай! Где она? Я знаю этот голос. Хоть я и не слышал его некоторое время. Обычный и веселый тон был подменен криками ярости. Но я все равно его узнаю. Что пошло не так? Доктор Саичиро Ширай! Ты маленький урод! Я убью тебя! Если что-нибудь с ней сделаю... Я что-нибудь с ней сделаю? Так у нее дырка в груди. Дядя, что ты? Я с ней... Ты что сделал? Ебать, я играю. Ебать, ее папа просто ненормальный пидор. Все, мне надо его вскрыть. Джонни, бери топор. Мы выезжаем на место. Я что-нибудь с ней сделаю? Я что-нибудь с ней сделаю? Как он посмел? После того, что сделал он. Я подвигаю к двери и со всей силы наваливаюсь на нее. Не оставляю никаких попыток доктору Ширяйкину прорваться. Меня переполняет Сэвадж. Иди нахуй. У тебя нет права даже беспокоиться о ней после всего, что ты с ней сделал и делал до этого. Значит, она рассказала тебе про меня. Что ты подразумеваешь, подделали. Это вызвало у меня недоверие. Это самое возмутительное заявление, учитывая, что все его прошлые преступления. То есть, может быть, это не он сделал? Может, реально порезал на суки не он, а она пришла к нему уже в таком состоянии. И он подумал, что это я сделал. Слушай, такое может быть. И как ты сам думаешь, ублюдок? Ты пытался убить ее? Она лежит и истекает кровью на моем диване из-за тебя. Что? Его голос надламывается. Что ты сказал? Я сказал, что она умирает из-за тебя. Рано. Рано. Где она и насколько глубокая? Ты должен знать. Послушай, я не знаю, что она рассказала тебе. Большинство из этого может быть правдой. Но я никогда не пытался убить ее. Не сейчас, не вообще когда-либо. Пытался сказать ему. Самое худшее. У нее в грудной клетке возле груди. Она очень глубокая и очень сильно кровоточит. Что пошло не так? Проклятье. Проклятье. Чем вы лечили рану? Марлей надавливал. Это только начало. Но машина скорой помощи без того перегружена работой. Может быть слишком пиздно. Впусти моего орла. У меня в машине есть аптечка. Я могу спасти ее. Ты издеваешься на мной? Ты и близко к ней не подойдешь, пидор. Пожалуйста, я умоляю тебя. Ты хочешь, чтобы она сдохла нахуй? И игр по доке больше не было? Я не позволю ей умереть, как ее маме. Послушай, если ты позволишь мне войти, я сдамся. Что? Я сделаю всю штуку. Я не хочу потерять ее. Почему? Почему он так говорит? Зачем ему сейчас сдаваться? Если он все эти годы угрожал Нацуке, что изнасилует ее. Чтобы прикрыть все свои зверства, что он сотворял ради жизни своей дочери? Это абсурдно. Но он наша единственная надежда. Хорошо. Я очень осторожно отпираю дверь. Отступив, чтобы держаться от него подальше. Я позволяю ему войти в дом. Но в Нацуке он не войдет. Это Бацуки! Слушай, а он неплох. Это из какой-то игры. Откуда это взяли? Персонаж похож. Ну, окей, это не Штайнсгейт. Но кто знает, откуда вот это? Я пытаюсь убрать вот это. Но оно не убирается. Кстати, очень похоже на Exit Music. Прям, слушай, Exit Music 2. Они это сделали. Я, наверное, так назову серию. Это не будет кликбейтом. То есть, это реально, это Exit Music 2 версия. Только, ну, Exit Music, мне кажется, все-таки был лучше, ребят. Как считаете? Вот Exit Music или этот мод? Здесь воды многовато. То есть, этот мод, он более как бы развитой, длинный. Он, да, он более длинный. Но, ну, не знаю, воды все-таки. Вначале вот воды много. Exit Music, он как-то сразу в дело бросается. И как-то вот эти интриги с Юри, там, фотографии на телефоне. Мне кажется, это интереснее. Чем, ну, то, что здесь. Вот сейчас пошло интересно. До этого вода, вода, вода много. Он стоит передо мной и осматривает меня в течение нескольких секунд. После чего отталкивает меня и со всех ног бежит к пациентке. Нацуки! Он присаживается рядом с ней и обследует ее, широко раскрыв глаза. Как будто бы он стал славянином, если вы понимаете о чем. Он поворачивается к моему орлу. Ты! Мне нужна твоя помощь! А? Подойди сюда и подавай мне все, что я скажу. Понял, дебил? Я предзарительно посмотрел на него. Ты хочешь спасти ее или нет? Поглотив свою гордость, я встал напротив него. Как только он приступил к стабилизации ее состояния, состояния ее андроид-системы, он начал просить меня подавать различное оборудование и расходные материалы. При этом я со стороны наблюдал за его работой над нацистской сукой. Это удивительно. Он все настолько искусно и точно делает, что это совсем противоречит его потрепанному внешнему виду. Промывает рано, перевязывает. Мне даже как-то стыдно. Жаль, что он такой жестокий засранец. Стиснув зубы, я продолжаю делать все, что он просит. Пока, наконец, он не вздохнул с облегчением. Фух, это должно задержать ее до приезда скорой помощи. Отпоследствия держать ее? Задержать ее смерть, что ли? Она все еще в опасности. Но это, по крайней мере, даст ей шанс выпить немножко сока. Я думаю, проблема над суки в том, что у них сока дома нет. У меня когда нет дома сока, у меня тоже начинаются проблемы. Мне становится плохо, я падаю на землю и такой... Ааа, мама, сосай! И все дела. Он подходит к холодильнику, отворяет его и достает оттуда... Сок. Нойс. То есть батя на пиво. То есть мое пиво. И открывает его. Он падает на пол спиной к дивану, на котором лежит нацистская сука. Ее дыхание все еще прерывистое и неглубокое. Однако оно замедлилось до более-менее нормального темпа. Да и мое дыхание замедлилось. Я тоже достал бутылочку пива и присел рядом с доктором Шияйкиным. Ах, буду наслаждаться одним из них, пока еще могу. А как вы вообще нас нашли? Он невесело рассмеялся. Хе-хе-хе, ты думал, я не замечу, как ты давно обнюхиваешь мою дочь, господин Перчик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Слушай, это все портит. Как давно ты обнюхиваешь мою дочь? Сука, тут драма идет, а он... Про какое-то обнюхивание дочери. Провожал ее до дома и бог знает, что еще делал. Да, я ее ебал. И шо? Ну я ебал ее. И шо? Шо ты хочешь? Беременна в 16? Будет тебе беременна в 16. А что касается твоего адреса, то это было очень легко. Я достал его из операционных записей. У меня было ощущение, что ты будешь началом моего кинца. Поэтому, когда я вернулся домой рано, я обнаружил отсутствие ее вещей, и я сразу понял, где ее орел мог залететь. А-а-а, так он все знал. План никогда бы не сработал. Мать ваша, Юрия была права. Она оказалась самой умной из всех. Естественно, она умная. У нее сиськи здоровые. Понимаете, большие сиськи признак ума. Несмотря на его мотивацию говорить такие вещи, он все это просто был... Он все это время просто был при деньгах. Постой, это как связано? Жаль, что я не послушаю ее раньше. А это как связано, что он убылом при деньгах? И что, как это связано? Слушай, мне, пожалуй, достану палочку и просто, не знаю, почищу себе ухо. Еще неловкое молчание в перемешку с пьянством. Что могло пойти не так? Ее мама. Она умерла при родах. Слушай, а не пойму, из какой он игры? То есть он по стилистике, ну, немножко, может, похож на доки, но... Может, он все-таки из какой-то игры? Да, она, суки, говорила мне. Это сломало меня. Но единственное, что меня поддерживало, мысль о том, что у меня еще есть нацистская сука. Как только она достигла половой зрелости, я забаниковал, что ее будут ебать мужики. С ней может случиться то же самое. Это все, о чем я думал. Я не хотел потерять ее, как потерял ее мамку. Поэтому я решил убедиться, что это... Этого никогда не произойдет. Я держал ее подальше от пацанов, подсанив. Сколько с миг. Ну, я знал, что это не продлится вечность, и она найдет себе мужика, с которым у нее будет кикс. Поэтому я начал морить ее голодом, чтобы воспрепятствовать родству ее сисек. Главное, одежда, что она вообще не сможет забеременеть. Но потом она просто начала задавать вопросы. Я не мог позволить ей рассказать об этом никому. Я не хотел причинять ей боль. Это, казалось, было единственным выходом. Так и продолжалось до тех пор. А дальше... Я так устал. Берчик, я не могу больше этого делать. Я совершенно ошарашен. И сижу и слушаю этого орла. Он говорит, что делал все эти ужасные вещи с ней, потому что любил ее. Неправильная любовь. Но все же... Все же... Вот из лавы. Baby, don't hurt me. Я хлопаю своим ртом, как рыба. Как скумбрия. Пытаясь подобрать скумбрию, чтобы выразить все те эмоции, которые я сейчас испытываю. Этот ублюдок. Он вообще знает, о чем мечтает нацистская сука. Может, она еще... Он покивал головой. Скорее всего, нет совсем. Вы в курсе, что таким образом разрушили ей жизнь, да? Я заставил его грустно вздохнуть. Я здесь не для раскаивания. Пэрчик. Вообще, изначально я пришел сюда, чтобы надрать тебе жопу. Ну вот мы здесь и... Я просто подумал, что должен тебе кое-что объяснить, сынок. Ты мне совсем не нравишься. Ты слабый, дерзкий, немного плотный. То есть, он то и что сказал, что я слабый и у меня еще и жирный, по его мнению. Но это и все, что у нее есть сейчас. То есть, я жирный? Он меня просто сейчас обосрал. Его дочь умирает, она встречается со мной. А он тупо взял и обосрал меня. Вот пидор, а вот. Не отец, а пидорас. Не важно. Что-то я реально разозлился. Не отец, а пидорас. Внезапно он бросил на меня напряженный взгляд. Ты должен узнать, что это с ней... Подожди, что? Кто это с ней сделал? Слышишь? Теперь все зависит от тебя. Будущее зависит от тебя. Газпром. Мечты сбываются. Это будет чертовски трудная задача. Если он был там и пришел сюда, значит, нацистская сука даже успела добраться до дома, ка на нее напали. Но если бы не доктор Ширяйкин, то кто сделал это? Сирены. Воющие снаружи оповещают о прибытии спасательных служб. Доктор Ширяйя встал и начал поправлять свое пьяное рубище. Ну, это похоже на мой сигнал к выходу. Что? Я думал, вы собираетесь идти сдаваться. Да ладно тебе, Перчик. Мы оба знаем, что есть только один способ покончить со всем этим. Присматривай за ней. Хорошо? Не позволь ей умереть. Пусть все будет по красоте и как положено. Как говорит Вилсаком. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он мигом вышел из дома через заднюю дверь, буквально выпрыгнул в окно, как пожилой ниндзя. Так как команда скорой помощи уже постучалась во входную. Нацистская сука проснулась в почти полубессознательном оцепенении. Папа, я ненавижу тебя. Почему она папу ненавидит? Что папа ей сделал? Он же... Может быть, она сама пыталась себя убить, а? Как только мы добрались до больнички, ее немедленно госпитализировал доктор Попов. Они спросили, кто ее ближайший родственник. Конечно, чисто технически это я. Они перечислили все ее травмы одну за другой. Множественные раны и ушибы, сотрясения, сломанные ребра, разрыв сетчатки, порванные связки на лодыжке. Похоже, тот, кто сотворил с ней такое, явно сделал это не просто... Я знаю, кто это! Это Юрец! Точно, Юрия захотел отомстить, потому что я с ней не ебусь. Вот оно, я знал, что это Юрец. Только она могла знать, куда пойдет нацистская сука и нанести ей такой урон. Только у нее был мотив и силы, учитывая ее безумие. Ребят, как вы думаете, это Юрец? Напишите в комментах, вот Юрец или не Юрец. Я ставлю на Юрца. Все, что мы можем сделать, это ждать, пока ей не станет лучше, чтобы ее смогли допросить о случившемся. После того, как я обсудил с врачом то, что сказал мне ее бацка, они также обнаружили у нее сильное недоедание. У нее также нашли ряд витаминодефицитных заболеваний. Когда я уходил, она еще была без сознания, но доктор уверил меня, что она поправит орла. Первый доктор, которого она впервые увидит за 18 лет, не будет ее батькой. Эта мысля до сих пор не укладывается в моей больной голове. Вернувшись до мойки, меня уже ждала полисия. Они нашли доктора Шрея мертвым его... Он вскрылся! Мне сказали, что у его крови наше большое количество пентабарбитал. Так, постой, пентабарбитал. Это что такое? Мне нужно знать, я хочу знать, от чего я умру. Ой, то есть от чего умрет ее бацка. Сейчас же пентабарбитал. Давай, загружайся, гугол говяный. Понимаете, гугл уже блокирует в России, он еле грузится. Пентабарбитал. Ну давай. Купить. О, можно купить. Так, барбитурат используется в медицине как снотворное средство в виде калиевых и натриевых солей. А, то есть это типа, чтобы спать крепко. А, ну это же хорошо. Он выспится. Правда, он никогда не проснется. Зато спать будет крепко. То есть во всем есть плюсы. Ладно, пытаюсь найти плюс в суициде. Ребят, никогда не делайте суицид. Это вредно для здоровья. То есть вы умрете. Слушай, говоришь, что суицид верно для здоровья, это, наверное, странно, да? То есть я странный. То есть Саша. Видимо, это лекарство используется для эвтаназии. Также они сказали, что это, скорее всего, было самоубийство. Он лежал на полу и держал в своих крепких объятиях куртку нацистской сучки. Единственное, что она оставила после своего орла. Сволочь, я хотел, чтобы он предстал перед судом. И я ненавижу его до сих пор. Но у тебя тот свет вот так. Слушай, получается, Юрий останется безнаказанным, потому что это будет выглядеть как самоубийство из-за того, что он изрезал свою дочь. Так как он же не может доказать, что он этого не делал. Ну, учитывая, что он мертв. Теперь я дома один, окруженный вещами нацистской суки, но без самой суки. Я даже чувствую ее запах вокруг себя, потому что она воняла потом и небритой киской. Это невыносимо. Мои мечты о том, что мы могли бы делать сегодня, превратились в прах. И поэтому я провожу эту ночь в одиночестве, глядя в потолок и желая, чтобы она сейчас была рядом со мной. Пошел месяц. Один чертовски долгий месяц. Нахист, она вернется домой. Развенел звонок, сигнализируя об окончании Урукхая. И все ученики стали массово покидать класс, как будто они играли в метро-исход и делали исходы с класса. Кроме меня, главного орла этой шкилы, накачанные бицепсы. Я так устал ждать этого момента, что когда он наступил, мои ноги просто отказываются двигаться. Как только все ушли, я медленно приподнялся на ноги и пошел к двери. Она наконец-то вернется домой. Сегодня, улыбнувшись себе, я вышел в коридор. Люди проходят мимо меня, как в замедленной съемке. Их пустая болтовня сливается в один оглушительный шум, больше похожий на билый. Но среди этой шумихи прозвучало что-то знакомое. Я знаю этот Гилас. Привет, Перчик, давненько не виделись. А, привет, Юрий. Вы поняли, да? То есть мы догадки, они 100% верны. Это она. Это сучка. Это шлюха. С большими сиськами. Убила. Она убила. Да, ты права. После того несчастного случая я ни разу не был в литературном клубешнике. Вместо этого я каждый вечер посещал нацистскую сучку. Знаешь, мы очень скучали по тебе в клубе. Ох, простите. Пожалуйста, тебе не за что извиняться. Мы все понимаем. Она вернется домой сегодня вечером, правильно? Постой, то есть на суке жива? Она вернется? Как мстители? Да? Как она? Что это за идиотский вопрос? Такого простого ответа на этот вопрос просто не существует. Того, который описывает всю эту ситуацию по справедливости. С ней так много чего произошло той ужасной ночью. Как только она пришла в себя, ей сразу же сообщили о смерти Бацки. Она просто, просто немела. Но едва ли среагировала. Сначала поморщивая, затем тишина. В лице долго расспрашивал ее про ту злополучную ночь, когда на нее напали. Она не может вспомнить то, что происходило с ней после того, как она вышла из дома. Среди эмоциональных травм и многоквартирных ударов по голове. Это едва ли можно назвать неожиданностью. Расследование по сей день находится в тупике. Что касается ее травм. Но они в тупике, потому что Бати убил себя. То есть это такой намек, что он скорее всего и виноват. Хотя истинное следствие бы поняло, что смерть Бати это лишь следствие произошедшего с Нацуки. Она испытывала очень сильные боли. Но она почти не жаловалась на них. Она скорее всего больше злится из-за того, что застряла в больничке. Из-за большой паузы в наших отношениях. Потому что не было секса. Не то, чтобы мы не пытались сделать все возможное, чтобы быть вместе. Как только она стала более-менее ходить, я смог взять ее на свидание с пикником на территории больнички. Было очень приятно провести эти моменты друг с другом вместе. Но едва ли это можно назвать заменой нашим реальным отношением. Слушай, это можно было бы показать в игре. Это же было бы круто. Но нет же, вы будете говно в игре показывать. Всякую водичку лить. А интересные моменты нет. Ну, все ясно. Не было возможности для уединения или интимной близости. Ну, то, о чем я говорил. Думаю, это было упущением для нас обоих. То есть, понимаете, не я пошлый. Это мод такой. Я стараюсь как можно мягче подвести итоги для Юрии. В общем, ей пришлось очень нелегко. Но я уверен, она справит орла. Думаю, она будет очень рада вернуться домой. Ой, Юрия. Угу. Я это... Ты прости меня, ладно? В каком смысле? Ты была права. Я должен был послушать твоего орла. А в итоге я позволил ей пострадать. Ведь я тебя не послушал. Был тупым. Перчик, пожалуйста, не вини себя за это. Ты никак не мог этого предвидеть. Но ведь ваши гормоны бушевали. А потому вы не хотели ничего видеть и слышать, что помешало бы вашему плану осуществиться. Это совершенно естественно для новых орлов. Так что, пожалуйста, не кори себя за это. Гормоны? Нет, наши отношения больше, чем просто животный инстинкт. Больше, чем просто чпикс. Юрия. Когда же ты, блин, наконец поймешь, что это вовсе не временное увлечение, что мы не тупо ебались, как люди с порнохуба? Мне надо идти. Заебала меня. А, конечно. Она, должно быть, уже ждет тебя. Не буду тебя задерживать. Увидимся завтра. Я приду в клубак. Тогда увидимся. Развернувшись, я целенаправленно помаршировал к двери и впредь. Я желаю, чтобы между мной и нацистской, сука, больше ничего не было. Постой, между мной и... Я не понял. Почему? Почему себя вернулось именно так? Я не понял. А почему главный герой желает, чтобы ничего не было? Чего перчик не хочет тусить с нацистской, сука, больше? Он, типа, обиделся? Или я не понял? Или я не так прочел? Да, это я перечитать должен. Так, развернувшись, я целенаправленно помаршировал к двери и впредь. Желаю, чтобы между мной и нацистской, больше ничего не было. Это как? Я не понимаю, к чему эта фраза. Или это мысли Юрия неправильно перевели. Может, мне кажется, это. Потому что иначе это нелогично. Я просто хотел убрать ее с дороги. Она не должна была. Видите, я был прав. Она это подтверждает. То есть, кто думал, что это не Юрия, ребята? Вы, долбая... О, я имел в виду, вы были неправы. Она не должна была. Ты зашла слишком далеко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Далеко, ко-ко-ко-ко-ко. Встреча с нацистской, сука, казалась не такой, как я себе представлял. Ни капли волнения. Никакого облегчения, как будто ты сходил покакать. Она встретила меня у ворот со своими вещами. Не обронив ни слова. Еще вчера она была в полном восторге, что уезжает оттуда. Что с ней стряслось? Мне кажется, Юрия что-то мутит, крутит. И она что-то ей сказала. Ну, типа, что я там ебался с другими телками, пока ее не было. Все дела. Она сидит рядом со мной в таксо, в полной тишине, уставившись в пол. Казалось, эта поездка длилась целую вечность. Но вот мы и в кои-то веки добрались до дома. Нашего дома. Как все и должно быть. По красоте, как положено. Нацуки молчит. Она безмолвно разглядывает окрестности. Легко сказать, что она сейчас пыталась скрыть свои эмоции. Но ее тело ее выдает. Она трясется. Ее глаза уставились на диван. Тот, на котором она чуть не умерла. Тот, у которого мы с ее отцом пили пиво. И у которого он сказал свои прощальные слова. Не сел их больше сдерживаться. Она пустилась в слезы. Папа, ты, ты, ебаный ублюдок. Я просто не могу в это поверить. Ты думаешь, что если ты кончишь на себя, а то это решит все проблемы. Это не честно. Это не то, чего я хотела. Это мне несправедливо. Теперь она едва может говорить между рытаниями. Очень тяжело так сдерживать в себе ярость, ненависть, тоску и любовь. Предпочитаю ничего не говорить. Я крепко держу ее в своих объятиях. Ее слезы увлажняют мое плечо, как будто это смазка дюрекс. Он, он не заслужил смерти. Я просто хотела, чтобы он остановил орла в полете. Я просто хотела, чтобы он извинился. Извинись, ублюдок. Я не могу поверить, что он умер из-за меня. Сволочь. Прости. Все хорошо. Говори все, что хочешь сказать. Спасибо, перчик. На всяком случае, это я должен извиниться перед твоим орлом. А? Мне очень жаль. Правда жаль. Я не должен был заставлять тебя приходить и оставаться со мной. А, ясно, почему перчик пожелал, чтобы отношений никогда не было. Слушай, вот сейчас бы сюда книгу желаний. Просто вышел новый мод к доке про книгу желаний. Которую заполучит нацистская сука. И это следующий мод после Саммер Хопа. Я не смог все продумать до конца. И в итоге за мою роковую ошибку расплатилась ты. Мои собственные слезы начали наворачиваться на уголки глаз. Я такой идиот. Я должен был. Стоп. Не смей. Не смей извиняться. Ты правда думаешь, что все вышло бы намного лучше, если бы ты просто оставил меня там с ним. Ну тогда ничего бы. Ты прав. Ничего бы этого не случилось. Но и ничего бы не изменилось. Я была все там же. Напуганной. Одинокой и обиженной. Нацистской сукой. Я не жалею об этом, Перчик. Поэтому не извиняй, Орла. Тебе не за что извиняться. Кроме серьезного ущерба, который был нанесен. Настой. Чего? Серьезного ущерба? О, нет. Ты получил результат? Да. Так ты можешь? Нет. Они могут что-нибудь сделать? Нет. То есть у них никогда не будет ребенка. А, ну все. На гандонах можно сэкономить. Класс. То есть беременна в 16 отменяет себя. Мы просто слизавшие осмотрели русскую версию беременна в 16. Просто есть украинская, где там совсем какие-то украинские реднеки там беззубые снимаются. Но вот русская версия, она мне, кстати, понравилась. Потому что не совсем трэш. Хоть люди там более-менее нормальные. Мне понравилось. Слушай, интересно. Я бы даже еще серию посмотрел. Мы смотрели серию про Смоленск. Слушай, просто это. Там серия называлась беременна в 16. Елизавета из Смоленска. Это просто пиздец. То есть. Ну, пиздец в том плане, что Елизавета из Смоленска. Лизе больше 16. И поэтому, если кто-то хочет порофлить, что это Евген поучаствовал, то... Ну, вы можете. Вы можете. Я... Я не развиваюсь должным образом. Сказал канал Евгений Рус. Что я могу на это ответить? Какой ответ будет стоящим в данной ситуации? Просто слов нету. Мы просто держим друг друга. И слезы текут рекой у нас обоих. Оплакивая потерю семьи, которой у нас никогда не будет. И смертью мечты. Перчик, ты... Ты все еще любишь меня? Что? Ты все еще любишь меня? Ну, суки, конечно, я люблю. Ты ебанутая, что ли, такие вещи. Ты сейчас спрашивать заебала. Ты же не просишь меня? Нет, с чего бы? Я child free. Хорошо. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Я люблю тебя, нацуки. Я никуда не собираюсь уходить. Ребят, как вы считаете? Это реально грустно, что вот у нацуки не будет детей? Или, типа, это нормы? Нафиг дети нужны? Так, китайцы там и азиаты. Кладятся и все дела. Я люблю тебя, нацуки. Я никуда не собираюсь уходить. Полагаю, ты все еще счастлива оставаться здесь. Она кивнула мне в ответ. Слезы, наконец, начинают потихоньку высыхать. Так, а что теперь? Она молчит. Почему она молчит? Ванильные девочки. А? Думаю, я хотел бы немного почитать ванильных девочек. Эээ, конечно. Нет, слушай, если бы я так вышел из больницы, у меня умер отец и все такое. И я бы ослеп на один глаз. Узнал, что я не могу родить детей. А я их так не могу родить, потому что я мужик. Наверное, первое, о чем бы я подумал, это... Хочу шашлычок. Хочу шашлычок. Дай шашлычок, Евген. Мне просто нужно сделать что-нибудь обыденное. Я хочу вернуться к нормальной жизни, когда мы что-то делаем вместе. Блин, такой дождь идет. Слушай, сейчас просто сам Иисус велел стримить, понимаете? Иисус плачет с небес, чтобы Евген не шел гать. Просто я сегодня разрывался, я в кино с Лизой давно не был. Прям мне, знаете, прям хочется в кино, но в такой дождь пойти, конечно, не получится. И весна наступила. Весна, наконец-то, наступила. Мне даже не верится, что весна пришла. Вы в это верите? Я ни хрена не верю. Вот так-то. Это все, чего я сейчас хасю. Да, честно говоря, мне тоже этого хочется. Когда мы поднимались наверх, я услышал стук в дверь. Кто там? Блин, а где стук? Привет, старший брат. Заходи, дверь открыта. Мы ее не запираем. Мы же в Японии живем. Зиру криминал. Саверия врывается в дом. На ее лице сияет бих-улыбка, излияющая солнечный свит. В одной из ее рук она причудливо держит пакет с покупками надписью. С надписью Аш-Ан. Советую это отметить, что на нем нет какой-либо символики. Как дела, бро? Привет, я смотрю, у тебя прекрасное настроение. 10 из 10 по шкале Евгенуса. Она выглядит более чем счастливой. За последний месяц я видел ее только в больничке. Да, и в школе пару раз. Только сейчас мой орел осознал, насколько лучше она стала выглядеть. И сиськи вроде бы даже выросли. Ее волосы больше не похожи на один большой жирный беспорядок. Секущийся концов. Я сейчас чихну. Я сейчас чихну. Нет, нет, не чихай. И на ней наконец-то какой-то тонкий макияж. И вот, правда, не видно, потому что глаза закрыты. Будь здоров, Евген, спасибо. У нее даже ногти покрашены. Тоже не видно. Моника, она заботится о ней намного лучше, чем я за все это время. Потому что Моника девочка. И вы сами понимаете, все дела. У меня такое ощущение, что самую интересную часть мода мы прошли. Дальше интересный момент будет только Юрия. Вступит в игру. И вы понимаете, что когда она начнет творить, собственно, что называется, беспредел. Будет беспредел. Слушай, телефон у меня заряжаться будет? Нет, будет. Моника, она заботится о ней намного лучше, чем я за все это время. Конечно, Моника брала меня в магазин одежды. Саюль жестикулирует, как маленький десятилетний ребенок. При этом умудряясь держать сумку в руке. Мы взяли кое-что для нацистской ссылки, пока вас не было. Поэтому я решила воспользоваться этим поводом, чтобы навестить ее. Так, она тут? Это ее ответ. Она рыхнула в микрофон. Привет, очень рада тебя видеть. Ты кто так... Ты как? Я думал, сейчас... Я думал, там написано, ты кто такой? Я тебя не звал. Приветик, не жалуйся. Рада, что вообще выписываюсь из больнички. Нацуки, даже сейчас она все еще очень смелая. Хе-хе, я не сомневалась. Яну это взяла то, что мы с тобой обсуждали. Ох, Сайори, спасибо, Сайори. И, честно говоря, я уже почти забыла об этом. Это, видимо, лифчик со стразами. Ну, тогда это тебе подарок по случаю возвращения домой. Хорошо? А я что это? И узнаешь. Эй, Сайори! И прости. Блин, я хочу знать, что это. Это лифчик со стразами? Это замечательно, что ты вернулась. И верно. Я серьезно не понимаю, как вы там все это время работали без меня. Так, когда ты вернешься? Дайте мне еще недельку на восстановление орла. И я смогу летать с чистой совестью в шкилу на своем ковре-самолете, как Аладдин. Рада это слышать. Перчик, ты придешь завтра в литературный клубак? Я бросил свой взгляд на нацистскую суку. Это нормально, если я буду оставлять ее одну дома так долго? Но заметила мой взгляд и успокаивающая мне улыбнулась. Все, ну, Армик, со мной все будет в порядке, если ты захочешь пойти. Ты так долго не виделись с ними из-за меня, да? Тебе лучше сходить к ним. Только постарайся не задерживаться долго, ладно? Спасибо, нацуки. Эй, не переживай, нацуки. Я прослежу, чтобы старший брателло возвращался к тебе целым и невредимым. В любом случае, мне уже пора. Моня будет готовить уже. Постой, Моня, твою мать. Дядя Шмоня, блин. Моня? Уже сейчас. Тогда увидимся с Айори. После этого игривая девица выпахнула из двери так же быстро, как и вошла, оставив нацистскую суку мне последствия своего урагана. Нацуки хватает сумку с вещами и осматривает ее содержимое. Как только я вытягиваю шею, как мистер Фантастика, чтобы заглянуть внутрь, она моментально закрывает ее. Блин, а Моника, по всей видимости, занята своими делами. Ага. Нацуки, ты когда-нибудь расскажешь им? Нет. Пока нет. Возможно, со временем. Да и вообще, я не хочу говорить об этом. Может, пойдем же, почитаем Мунгу? Да конечно, черт, херня вопрос. Я решил пока что не пытаться возвращаться к разговору о том, что произошло той ночью. Но ей необходимо осознать всю реальность случившегося и перестать прятаться от этого. Особенно, если мы хотим узнать, что же на самом деле произошло. Этим вечером мы добились некоторого прогресса. Может, мне просто нужно быть чуточку счастливым? Честно говоря, все, чего я сейчас хочу, это свернуть с калачиком вместе с ней читать Мунгу. Что может пойти не так? В итоге мы читаем уже в течение нескольких часов. Впервые за целый месяц мы почувствовали себя по-настоящему расслабленными орлами у себя дома. Вскоре наша концентрация ослабла, и отложив книгу в сторонку, мы просто принялись лежать друг с другом в обнимку. Даже час спустя мы все так же лежали. Ее голова на моей груди. Несмотря на все, что произошло, я не чувствую радости, как таковой. Просто так. Дополнение. Какой сегодня день недели, кстати? Сегодня пятница или какой-нибудь? По-моему, пятница. Да, сегодня пятница. А ты что, думал, что суббота. Дополнение. Она дополняет меня. И этого всегда, всегда будет для меня достаточно. Нацуки смотрит на меня и улыбается. Эй, я пойду переоденусь в пижаму, хорошо? Оу, я знаю, что это будет за пижама. Ну, я как бы уже чувствую и догадываюсь. Хорошо. Она унеслась, прихватив с собой ту таинственную сумку. Она могла бы сделать это здесь. Я это уже видел раньше, хотя... Со временем после нападения не видел. Она, скорее всего, просто стесняется того, как она выглядит после таких ужасных травм. После этого у нее остались очень обширные раны на груди. То есть она и раньше стесняла своего тела, но сейчас, кто знает. Еще одна вещь, к другой их куче, с которой приходится иметь дело прямо сейчас. Я обдумывал это еще в течение десяти добрых наносекунд, пока не услышал шаги в коридоре. Нацуки вернулась. Я услышал, как поворачивается дверная ручка. Мне нужно будет подходить к этому помягче, учитывая ее прошлые проблемы с имиджем. Просто дать ей заниматься своим делом, чтобы она почувствовала уверенность в себе. Че сейчас будет? Че сейчас будет? Но с другой стороны, я и раньше ошибался. Твою мать! Слушай, это просто дерьмо! Это просто лютый кал! Мальчей, я сейчас отвисла. Конечно, что она отвиснет, увидев вот это вот. Слушай, это ужас. Это пиздец. Автор, ну твою мать, ты не художник. Ты, блядь, Квазимо нарисовал какой-то пришельца с острого Камода.